76 тысяч фамилий забайкальских воинов увековечены на стеллах Мемориала Боевой и Трудовой Славы. Как вспоминал один из основателей Мемориала Владимир Кузнецов, в первый день Победы в 1975 году пришло столько забайкальцев, что нельзя было ступить и шагу. Кругом были цветы. Не проникнуться атмосферой и духом того времени было невозможно. Это доказали первые юноармейцы, которые заступили на вахту памяти в 1985 году. С той поры для тех, кто пришел на смену сейчас, изменилось немногое. Если честно, то очень большая гордость, когда стоишь возле вечного огня в смене, неважно, часовой, разводящий, атмосфера тишины, спокойствия, но тем самым понимаешь, что очень многое за эту тишину и спокойствия было отдало. Я с завистью, с белой завистью смотрю сейчас на ребятишек, на штаб-поста. Тогда тоже считалось очень почетным, как дети стремились на этот пост номер один. Стремились не только школьники, но и студенты. Тоже они хотели отдать вахту памяти. Более 20 тысяч юных патриотов прошли за эти годы через пост номер один. У многих уже есть свои дети и даже внуки, которым прививают уважительное отношение к заслугам советских воинов. Воспитывают на любви к отечеству. Внук Анатолия Михалева поступил в военное училище после того, как два года отстоял на посту номер один. И глава города Читы гордится тем, что и внук, и даже дочь прошли хорошую военную школу, благодаря несению вахты памяти. То, чем занимается сегодня военно-патриотическим воспитанием наших ребят пост номер один, или вахта памяти, как мы ее иногда называем, это, я думаю, один из важных рецептов военно-патриотического воспитания нашей молодежи. И те ребята, которые прошли через это, которые действительно достойно отстояли свою вахту памяти, они по-настоящему учатся любить свою родину, они по-настоящему учатся порядку дисциплины. И я уверен, что из них вырастают настоящие граждане нашей российской федерации. Как отметил Анатолий Дмитриевич, за многие годы изменился подход ребят к выполнению почетной миссии. Серьезнее они стали заниматься и строевой, и военной подготовкой в целом. Не случайно сводный почетный караул Читы занял призовые места в Волгограде два года назад и в Москве в 2014. Сегодня те, кто оказал влияние на развитие юнормейского движения в Чите, получили почетные грамоты из рук главы города, а также памятные знаки «30 лет посту номер один». Особо отметили и студентов, которые несут срочную службу в вооруженных силах и военных вузах, и при этом продолжают свою деятельность на посту номер один. Они удостоились памятного знака за преданность и верность традициям. Яна Ершова, Дмитрий Пенигин. Время новостей. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...